Когда смотришь на историю с некоторым отдалением, видишь, что всё очень знакомо, всё уже было и многие процессы, происходившие давно, выглядят очень актуальными. Фасад в архитектуре говорит о новых взаимоотношениях между олигархами и городом. Отличное место, чтобы рассказать про одну попытку возродить империю. Итальянское правительство выступало за то, чтобы не убивать Муссолини. Такие взгляды в тогдашнем Риме и тогдашнем Ватикане оскорбляли очень многих верующих и, разумеется, власти, были дискредитацией всего, чего только можно. Мы думаем, что Караваджо был маргиналом, опасным, агрессивным, жестоким человеком, но это не так. Я думаю, что из десяти человек девять поступили бы так же, как Галилей. А вот, кстати, обещал вам показать, как древние колонны встраиваются в Риме в более современные здания. Это, собственно, древнеримская Мурино или Бутово. Спальный район. Болельщики Фейнорда пришли сюда и разнесли к чертям этот фонтан. Слышишь такое, думаешь, Ммм, Рим. Продолжение следует... Привет, друзья! Мы продолжаем линейку наших выпусков под названием «Прогулки», где я гуляю по разным городам и делюсь с вами ассоциативным рядом, который они у меня вызывают. После нашего предыдущего выпуска было очень много комментов с пожеланиями погулять по Риму. И я отлично понимаю, почему. Особенно в такие времена, как сейчас. Хочется с одной стороны переключиться от невеселой повестки, а с другой стороны Рим позволяет отстраниться от неё и посмотреть на всё происходящее с исторической точки зрения, с очень большой перспективой. И это не случайно, потому что подавляющее большинство городов и мест на Земле, где я, по крайней мере, бывал, они про пространство, они про географию. А Рим – он в первую очередь про время. Здесь, когда находишься, чувствуешь, как оно сквозь тебя течёт. Почему так получилось? Потому что много, конечно, в мире старых городов, в центре которых есть старая застройка, но вокруг неё современный город. И там всё идёт своим чередом, там не ощущаешь ничего такого. А Рим продолжает жить в нескольких эпохах одновременно. Античные средневековые руины здесь – часть современного города. Они в него интегрированы. И гуляя, повсюду на них натыкаешься. Они там не просто огорожены, стоят с какой-нибудь табличкой «руина». А вот даже в доме, в котором ты живёшь, в его стену или в угол может быть встроена колонна. И когда ты начинаешь спрашивать или разбираться, оказывается, что это колонна античного храма, который тут стоял две тысячи лет назад. А сейчас тут дом, люди живут. Я вам покажу позже такой пример. Или вот эта площадь – одна из самых узнаваемых туристических площадей Рима – Пьяценавона. И когда ты видишь её вытянутую форму, кажется, что она что-то напоминает. Действительно, она напоминает ипподромы, не случайно. Здесь в разные времена проводились пятиборья, соревнования, агоны древнегреческого. Отсюда и название. И с тех пор Пьяценавона так и осталась площадью. Она никуда не делась. Вокруг, конечно, поменялась застройка, но и её форма, её местоположение, её назначение не поменялось. Сейчас здесь не пятиборья, а сейчас здесь… Когда много туристов, вполне себе пятиборья ходят, толкаются, кричат, мешают друг другу. Но главное, что назначение этого места, как сейчас говорят, вайб, он по-прежнему тот же. То есть руины в Риме никогда не несут функцию руин. И то, что в остальном мире считается старым, ну такой 17 век или 15 в Риме, воспринимается новодел. И вторая причина, почему Рим про время, это потому что, когда сюда приезжаешь, даже в первый раз, оказывается, что этот город тебе знаком. Здесь сразу начинают возникать ассоциации. Неудивительно, потому что если ты хоть чуть-чуть образованный человек, то твой культурный код происходит отсюда. Из Греции, конечно, ну и отсюда, из Рима. И начинают всплывать какие-то ассоциации. Из детства даже какие-нибудь книжки, которые ты читал, картинки, которые ты смотрел. И поэтому про какой-нибудь, не знаю, маятник Фуко, про фасад, про перспективу, про барочный потолок, про фонтан, в котором купается красотка в каком-то фильме. Про веспу, про тирамису, про кофе, про пасту, про шикарных кортизанок, про кровавые казни, про инквизицию, про мафию, про коррупцию, про силу, про правду. Здесь можно вспоминать бесконечно. Это всё началось здесь. И когда ты проникаешь с этим ощущением, оно тебя потрясает. И поэтому Рим очень универсален. Он с одной стороны такой мейнстримовский, кичёвый с туристами. И состоит из достопримечательностей. А с другой стороны он очень индивидуальный, он очень личный. Ты в нём как будто бы всё время ведёшь диалог с самим собой. А он тебя наталкивает на всё новые и новые темы и мысли. Всё, что казалось тебе твоим личным, эксклюзивным, придуманным лично твоей головой, всё было здесь, в Риме. Короче, путешествие сюда – это путешествие вглубь самого себя. Есть разные подходы к тому, как показать этот город, как его изучать. От экспресс-прогулок Рим за полдня, это я никому никогда не рекомендую, до живу здесь всю жизнь и продолжаю узнавать. Поэтому задача прогуляться и рассказать, она одновременно и проста, и невыполнима. Поэтому мы, как всегда, в жанре прогулок пойдём по тем местам, которые пришли в голову лично мне, когда я составлял маршрут, которые мне отзываются, мне нравятся чуть сильнее, чем остальное. А понравятся ли они вам, я знать не могу. Потому что, как я уже сказал, Рим – это, знаете, лично. Он как первая любовь. Со всяким случается, но у каждого своя. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Недолго я думал, с чего начать прогулку по Риму. Это одно из моих любимейших мест. Тут всё время какой-то ремонт, как и везде в Риме. Это пантеон. Это храм, построенный во II веке нашей эры. То есть ему почти 2000 лет, потому что он в начале II века построен. На фронтоне написано «Марка Гриппа в третий год консульства построил это». Марка Гриппа, соответственно, был консулом. И ещё он был зятем Активиана Аргустова, про который вы, конечно, знаете. Для меня этот храм – это знаменитый исторический анекдот в первую очередь. Точнее, не анекдот, а парадокс. Парадокс о том, что человечество в своём развитии может не только прогрессировать, но и регрессировать. Случается такое. Главное в этом храме – это, конечно, его огромный купол. Этот купол очень много столетий оставался самым большим куполом вообще существующим в мире. Уже в средние века, уже в эпоху Возрождения, многие пытались построить купол такого же размера. Почти преуспел знаменитый архитектор Брунеллески в знаменитом соборе во Флоренции. Но купол пантеона всё равно оставался больше. А почему? А потому что у римлян был использован строительный материал, рецепт которого был потом утрачен. И как вы думаете, друзья, какой это был строительный материал? Ну, просто на секундочку. Представим, из чего могли строить купол в Древнем Риме? Из бетона, дорогие друзья. В Древнем Риме был рецепт бетона. Не армированного, конечно, не железа бетона, как сейчас, но бетона. И потом Рим развалился, пришли варвары, и всё. Никакого бетона больше тысячи лет люди знать не будут. Вот и весь секрет. Пантеон – это именно постройка, рассчитанная на толпу, но чтобы над головой у них был этот самый купол. Для того, чтобы его облегчить, если бы он был плоский, абсолютно, ну, в смысле не плоский, а как-то гладкий, то он бы давил нас. И акустика была бы другой. Слишком звонкой там, реверберация была бы совершенно немыслимая. Не знаю, бывали ли вы там в середине этого помещения, назовём, не знаю, зала, в тот момент, когда идёт дождь. В дождь. Там стена воды стоит. Да, вода как бы льется. На тебе подлоги идёт. На самом деле там внутри потрясающее пространство, в него идеально входит шар внутри. Ещё там находится могила Рафаэля, на которой очень патетично написано, что здесь лежит Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти побоялась умереть. Ну, на мой личный вкус, такая же патетическая надпись, как и работа самого Рафаэля. Он, конечно, гений, но мне нравится больше другой художник возрождения. Позже об этом поговорим. И ещё один забавный анекдот, связан с пантеоном. Ему повезло, он сохранился, несмотря на то, что когда христианство стало основной религией, все языческие храмы посносили. Но пантеон был преобразован в христианский храм и потому сохранился. И это напоминает ещё одну историю, очень похожую. На Капитолийском холме, в самом центре Рима, стоит конная статуя Марка Авреля, римского императора. Там он в седле без стремян. Стремя будет изобретено сильно много веков позже. Это прекрасная такая статуя. Когда христиане стали править, они все подобные статуи императорам посносили и переплавили. А почему эту оставили? А потому что они перепутали, решили, что это Константин, тот, который, собственно, ввёл христианство. И потому оставили. Так вот эта статуя сохранилась. И пантеон сохранился, к счастью для нас. Пока мы тут пьём эспрессо и греемся на солнышке, потому что вообще зимой время не жарко. Вот слышите этот звук? Это римская скорая. И для меня это звук Италии. Он как-то одинаков всегда, потому что сертифицированный, неизменен. Все годы, что я здесь бываю, слышишь такое, думаешь – Рим. Мы сейчас идём тут недалеко, за угол от пантеона. Находится знаменитая церковь в Санта-Мария Сопра Минерва, где в 1633 году судили Галилео Галилея. Это, конечно, такой самый-самый хрестоматийный сюжет про компромисс, наверное, во всей мировой истории. Но я всё-таки решил, что я хочу… Тут всегда столпотворение. Сейчас таксиста обойдём. Я решил, что я всё-таки хочу вам эту историю ещё раз напомнить, потому что в ней много похожего. Галилей, когда его уже дёрнули на суд Инквизиции, ему уже 70 лет, он уважаемый учёный, с мировым именем. Но для Инквизиции это никакого значения не имеет. И тут интересен вопрос про меру пресечения, который они, как Следственный комитет той эпохи, выбирают. Он живёт в посольстве Тосканы, имеет возможность перемещаться по городу, выходить. То есть даже не домашний арест, а скорее запрет определённых действий для него выбран. Нас пустили во дворик, где, как считается, судили Галилея. Здесь располагались доминиканцы, которые и вершили Инквизицию, монашеский орден. Что самое прикольное, он здесь до сих пор базируется, и там даже стоит один доминиканец. Но, конечно, сейчас они полностью пересмотрели свои взгляды на Инквизицию. Потом его в ссылку отправили. Я бы сказал, каждый бы учёный на такую ссылку согласился. Он жил на своей даче, точнее говоря, в своём доме, в Арчетре. Это на холмах над Флоренцией. Место изумительное. Если Флоренция – это такой суматошный город, то там на холмах. Я там как-то проезжал, по-моему, на своей машине, и просто диву давался. Какое хорошее место! Понятно, что в любой момент может быть мера пресечения изменена на помещение под стражу. Поэтому, в общем, особо не поторгуешься. И понятно, что Галилей, в общем, чуть не попал в подвеску. И понятно, что у Галилея особо нет выбора. Потому что у нас как-то был на заре редакции выпуск про компромисс. Я думаю, что из десяти человек девять поступили бы так же, как Галилей. А точнее, из ста девяносто девять. Я точно в их числе и скажу вам честно. Я думаю, что большинство людей. Интересно, что когда Галилей отрекается, я думаю, что ни у кого нет никаких иллюзий, включая инквизиторов, что он начал думать по-другому. Но важен в этом процессе именно вот этот публичный символический акт, когда ты делаешь что-то, что идёт наперекор твоим публично заявленным предыдущим убеждениям. И, собственно, в этом и состояло отречение. Наверное, и продолжает состоять. Что тогда, что сейчас. Галилей, хотя уже больной, хотя уже старый, написал много хороших книг. Ему было запрещено публиковать что-либо. Он потихонечку отправлял дело на север Европы. И где-то там в Голландии, которая была вполне уже продвинутая, протестантская, там печатали его книги. Воздействие, которое этот символический акт оказал на прогресс, в общем, очевидно. Никакого прогресса и никакого развития цивилизации это не остановило, но замедлило. Потому что и Декарт, и французский астроном Буллиальт переносят публикацию своих трудов. Некоторые учёные релацируются из Италии в более безопасные юрисдикции. Но, в целом, всё равно, как мы знаем, потом идея о том, что Земля вращается вокруг Стонца, стала настолько очевидной, что даже не имеет смысла, наверное, про это упоминать. Да? Не имеет? В общем, нельзя не вспомнить только ещё знаменитое стихотворение Ювтушенко в связи с этим. Помните? «Учёный-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья». Неподалёку от пантеона стоит ещё одна с виду неприметная церковь, по римским видам неприметная, конечно. Называется «Сен-Луиджио-де-Франчесе» или «Церковь святого Людовика Французского». Она всегда была французская, сейчас французская, здесь французский приход. Но знаменита она не этим, а тем, что для этой церкви написал три своих полотна, тогда ещё совершенно никому неизвестной, Микеланджело Меризи. Он был из маленького городка Караваджо на севере Италии и вошёл в историю под этим именем. Вообще надо сказать, что большинство полотен Возрождения, которые мы видим сейчас в музеях, они изначально писались либо для частных домов, либо для церквей. И из них очень немногие по понятным причинам сейчас до сих пор в церквях. Но вот как раз эти три работы Караваджо там, где они изначально и находились. Там, для чего он их изначально и писал. Все три картины находятся в отдельной капелле, она называется «Кантарелли» и все посвящены Святому Матфею. Как только они были написаны и предстали перед взором публики, Караваджо сразу стал известен, про него сразу заговорили. Нельзя, по крайней мере, мне сложно описать, почему, что такого в его работах, что ты сразу на них фиксируешься. Знаете, когда заходишь даже в музей, и висят совершенно первоклассные картины, и висит один Караваджо, и всё, что вокруг, оно меркнет. То есть ты смотришь только на него. И когда ты в эту церковь заходишь, тоже в соседних капеллах висят вполне себе хорошие картины, но на них невозможно смотреть. Если пытаться рационально объяснить, то мы можем сказать, что до Караваджо живопись была двухмерной, а Караваджо сделал её трёхмерной – это такие 3D-картины. Не он изобрёл стиль кьяроскуры, где фигуры выступают из тьмы и получают объём за счёт света, но он его довёл до совершенства. Моя любимая картина – это призвание апостола Матфея. Очень бытовой сюжет. Кабак. Сидят люди и играют в кости. Заходят два человека – это Иисус и Пётр, первый апостол. И Иисус указывает на Матфея и призывает его. И Пётр тоже указывает на Матфея и говорит – иди сюда. Там много раз обыгрывается тема Троицы. В окне крест виден, три перста, которыми указывают на Матфея. Но дальше посмотрите на самого Матфея. Он совершенно такой удивлённый человек, спрашивает – я? Меня? И не может ещё поверить, что за ним пришли. Но он уже готов встать и идти. Мы видим, что его ноги уже напряглись, он сейчас встанет и пойдёт, потому что он призван. А остальные даже ничего не заметили, продолжают играть. И это тот самый момент, когда из сборщика налогов, по-нашему говоря, в общем-то, коллектора, и тогда эту профессию тоже очень не любили, Матфей превращается в один из столпов христианской церкви. Искусство Караваджо – оно прямое, реалистичное. Оно отражает сцены из Евангелия, но в новаторском прочтении. Караваджо переносит исторические события из прошлого в современную реальность. В банальный и чересчур академичный мир Караваджо привнёс удивительный дух реализма, который словно побуждает зрителя шагнуть в картину и стать частью событий. Караваджо, кстати, прославился сразу довольно скандальным образом, потому что писал он на библейские сюжеты, но писал, в общем, современников. Писал, например, их в грязной одежде, с грязными пятками. Тут недалеко есть ещё одна церковь, где висит ещё один Караваджо – Мадонна из Лоретто. И там к Мадонне пришли поклонницы люди, и видны их грязные пятки. Это очень возмутило церковь в тот момент. А главное, что в образе Мадонны изображена любовница Караваджо. Тут в палаце Барберини, в музее, висит ещё одна его великая работа – Юдифия Лафирна. Юдифия – это в Ветхом Завете такая еврейская красавица, которая соблазнила полководца, вторгнувшись в Иудею армии, Алафирна и обезглавила его. Но помимо того, что такая очень кровавая работа, даже по нынешним меркам, в Юдифь узнали Фелиду Меландроне – знаменитейшую римскую проститутку. И подругу Караваджо. Скандал был огромный. Вообще, кстати, Караваджо несколько раз Фелиду изображал. Они были довольно близки не только в физическом смысле, но, видимо, и дружили. И даже есть версия, что Караваджо, он вообще был такой проклятый гений, его называли, он всё время попадал в какие-то совершенно мерзкие, грязные истории. Была даже версия, что он вообще был сутенёр, и их с Меландроней связывали рабочие отношения, но неизвестно. В Мадриде, в музее Тиссона Барнемиса, висит ещё одна Фелиду Меландроне. Там она в образе Екатерины Александрийской. Шикарный портрет, посмотрите. Я вообще очень люблю Караваджо. Он, наверное, мой любимый художник из художников Возрождения. Даже мне он больше нравится, чем Микеланджело, например. И про него вообще можно отдельный выпуск снять. Может быть, когда-нибудь я его сниму. Он здесь, в Риме, закончил тем, что убил на дуэли одного благородного человека. Насколько он был благородным, мы не знаем. Разные есть сведения. На самом деле, это была игра в какой-то протограф тенниса. Не помню, как эта игра называлась. Но почему-то оба соперника, то есть Ранучо и Караваджо, пришли с парой вооружённых ребят. В общем, возникла потасовка. Да, возникла потасовка, но просто мы не знаем точно её причин. И Томассони-таки погиб Караваджо. То есть Караваджо попал ему шпагой в ногу и пробил вену, видимо. Он от потери крови умер на месте. Видимо, пока они там дрались, то Караваджо тоже досталось. Короче, тут уже кутузское дело не кончилось, а кончилось приговором светского суда. Никакие крыши не помогли его, потому что свидетельства были, что он убийца. Ему мог отрубить голову на улице любой, кто его встретил. Короче, он совершил убийство и был вынужден отсюда бежать. И он бежал через Неаполь, добежал он до Мальты. И везде, где он останавливался, он писал свои шедевры. Они в Неаполе есть, их на Мальте очень много, потому что там его приютили мальтийские рыцари, которые тогда Мальтой управляли. И даже так понравилась магистру ордена работы Караваджо, что он в обход всякой процедуры его посвятил в рыцаре. Но Караваджо и там вляпился в мерзкую историю. Подрался с одним человеком, с которым совершенно не надо было драться. Был вынужден с Мальты бежать, вроде даже его преследовали и хотели убить. Но тут он получил известие, что в Риме его могут простить. Папа может его простить, римский папа, по заступничеству влиятельных друзей. Он поехал в Рим и в городе Порперколе, недалеко отсюда, он умер по неизвестной причине. Но по одной из версий, краски, с которыми он всю жизнь работал, содержали свинец и постепенно его отравили. Наши представления о Караваджо основаны на довольно мрачных легендах, которые по большей части заимствованы из современных интерпретаций 20-го века. Однако одна из самых больших ошибок, которые можно совершить, это смотреть на прошлое глазами настоящего. Мы думаем, что Караваджо был маргиналом, опасным, агрессивным, жестоким человеком. Но это не так. Просто Караваджо – человек, который жил в реалиях Италии конца 16-го века, начало 17-го века. В то время доминировала жестокость. Нельзя было иначе. И одна из самых последних его работ, она уже написана такой слабеющей рукой, потому что он был ранен в процессе бегства от рыцарей. Она называется «Отречение апостола Петра», висит в галерее в Нью-Йорке. Она фантастическая, на мой взгляд. Там Петр, который бежит от схваченного Христа и от него отрекается, на него указывает женщина, говорит «ты, ты был с ним». И мы видим просто немолодого, испуганного человека, который, в общем, предан учителю, который по-прежнему за все эти ценности. Но он испугался. Он испугался и говорит «нет, нет, это не я». И это так знакомо, так понятно. В общем, караваджо – просто моя главная любовь. А вот, кстати, обещал вам показать, как древние колонны встраиваются в Риме в современные, здания. Вот это храм божественного Адриана, как явствует из названия, назван в честь императора Адриана. Это второй век, между прочим, ровесник пантеона. Был такой уважаемый политолог Николо Макеавелли, думаю, вы знаете, кто это. Он помещал Адриана в топ-5 лучших императоров Римской империи. С одной стороны, во время долгого периода его правления были сохранены границы государства, и все было стабильно. А с другой – он был настолько выдающимся государственным деятелем, что за время его правления не было никаких эпизодов насилия. У него не было никакой паранойи, не было заговоров. Напротив, он правил Римом с невероятной мудростью и рациональностью. А сейчас то, что было когда-то храмом Адриана, встроено в здание Римской биржи. То есть, по сути, тоже в храм, только про Баблишко. В общем, императоры тоже с Баблишком в очень себе даже дружили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гляньте на это. Рим – город мопедов. Тут вот одно из их пастбищ. Я лично мопеды не люблю и боюсь, потому что единственный раз, когда я поехал на мопеде, я с него грохнулся и здорово поломался. Больше не езжу. Поэтому у меня на них зуб, и когда я вижу вот такие ряды мопедов, я сразу вспоминаю ролики в сети, их там много. Знаете, когда эффект домино один завалить, а все такие бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так им и надо. Вот эту церковь обязательно вам покажу. Она называется «Церковь святого Игнатия». Названа в честь Игнатия Лайолы. Это был основатель и первый топ-менеджер ордена иезуитов. Они активно продвигали образование, занимались образованием. Сейчас объясню, почему. И вот конкретно в этой церкви есть хороший пример того, как прогресс и технологии работают на службе у идеологии. Здесь отцы и иезуиты обучали тому, что такое перспектива. Обычная художественная перспектива. Когда эту церковь строили, рассказывают, что в процессе строительства, что нередко случалось, закончилось финансирование. Деньги кончились и купол построить не успели. Тогда был предпринят инновационный манёвр. Купол был нарисован. Таким образом, что с определённой точки в этой церкви он кажется объёмным. То есть были применены законы перспективы. И сейчас до сих пор, если вы заходите в эту церковь, встаёте на специально обозначенную табличку в полу, вы видите купол. И даже поначалу, особенно если заходишь после яркого солнечного дня внутрь, где полутемно, вам кажется, что купол есть, а купола нет. И так вот иезуиты объясняли, что такое перспектива. Кстати, зачем они так продвигали образование? Потому что вообще основание ордена иезуитов было связано с появлением реформации, которая, как вы помните, сначала была отдельным течением в католицизме, а потом стала отдельным учением, отдельной религией, с которой католики рьяно боролись. И чем брали сторонники реформации? Они брали тем, что они занимались образованием достаточно широких слоёв населения по тем временам и таким образом привлекали к себе массу сторонников. Ну и католики, конечно, поняли, что надо срочно отвечать. Собственно, иезуиты были теми, кто основал огромную сеть школ, стал продвигать католическое образование. Игнатий, позже ставший святым Игнатием, стал одним из таких топовых менторов эпохи, я бы сказал. Он похоронен, кстати, не в этой церкви, он похоронен неподалёку в церкви Эль-Джизу. А эта церковь известна тем, что она одна из первых в мире барочных церквей. То есть до этого ты заходил в храм, ну и там были такие готические, в основном, своды мрачные, нефы. А когда заходишь в церковь Джизу, там синий небосвод над тобой, весь заполнен ангелами. По тем временам это прям поражало воображение средневековых людей, людей возрождения уже. Мне, кстати, стиль барокко никогда не нравился. Мне кажется, именно про этот стиль очень точно есть изречение моего коллеги по ютубу Сергея Минаева, VIP-элит-экзекьютив. Вы наверняка помните ещё одно значение слова «иезуит». Это не случайно, потому что именно Лайола, Игнатий, был первым, кто провозгласил лозунг «Цель оправдывает средство». Целью было распространение и утверждение католической веры, борьба с протестантизмом. Кстати, у них ради этой цели, среди прочего, разрешалось у иезуитов разглашать тайну исповеди. Ну и с тех пор так называют последователей этой, не знаю, можно это назвать философским учением. Жизненное учение. До сих пор очень жизненное, согласитесь. Еще к вопросу о цели, которая оправдывает средства. В Риме очень много недвижимости, в частности, дворцов, которые принадлежат Ватикану, которые, как вы знаете, отдельное государство на территории Италии. Вот один из них, он называется «Коллегия де пропаганда Фиде». Это значит распространение веры. Вопрос. Как вы думаете, как это учреждение, эта институция называлась раньше? Она называлась, друзья мои, «Инквизиция». Это к вопросу об истоках пропаганды. Когда кардиналы осознали, что вординг так себе скомпрометирован, были предприняты серьезные усилия по ребрендингу, и как раз вот эта вот уважаемая институция с тех пор называется «Институция пропаганды Фиде», распространения веры. И стоит дворец пропаганды на улице пропаганды. Прекрасное местечко. Ой, ну «Инквизиция» натворила столько бед, что не хочется говорить все не так однозначно. Но все не так однозначно. Ее истоки уходят в XIII век, то есть во времена Святого Франциска, которое вообще не про инквизицию. Но это время ересей, больших ересей, и одновременно, XIII век, да, время восхождения папства. Правдательные приговоры тоже бывали, но вот во времена концентрации охоты на ведьм могло быть половина смертных приговоров. В принципе, ну, если жертва не признается, да, признание считалось... Царица-доказатель. Да, царица-доказатель. То есть вы вытащили из тебя тисками признание. Ну, плюс ты еще 30 человек вокруг оговаривал. НКВД ничего не придумало, но все давно было. Да, ты выдаешь остальных, вот, и тогда начинается всеобщий психоз, потому что верили в то, что признание, вытащенное из-под пытки, оно правдиво. В свое время, много лет назад, я там даже внутри снимал, были уважаемые пожилые кардиналы, которые рассказывали про важность терпимости, про то, что все люди – братья. Что-то в этом есть комичное, согласитесь. Вот раз уж мы сюда пришли, буквально в двух шагах от Дворца Пропаганды, главная римская достопримечательность – туристическая испанская лестница. Не буду про нее много рассказывать, вы наверняка и сами про нее знаете или читали. Тут и показы МОД устраивают, и всякие перформансы, и почему-то во многих боевиках ее разносят. Вот в последней миссии невыполнимый Том Круз тут на машине растекал по этой лестнице. А здесь вот фонтан Баркачо, лодочка работы Бернини. Кстати, не того Джана Лоренцо Бернини, знаменитого, а его отца. Построен в честь избавления от наводнения 16 века. Был как большое наводнение, все затопило. Но сейчас этот фонтан известен другим. Тем, что в 2015 году тут был футбольный матч, кажется, Лиги чемпионов между клубом Рома и голландским клубом Фейнорд. Сыграли они в ничью, после чего болельщики Фейнорда пришли сюда и разнесли к чертям этот фонтан. И я помню, был тогда в Риме как раз, это был тут целый траур. Люди приносили сюда свечи, цветы клали, страшно все негодовали. Римская мэрия потратила 5 миллионов евро на реставрацию фонтана, а голландцы отказались их возмещать. Тоже был большой скандал. И оказалось, что вовсе не английские болельщики самые буйные в Европе. Шеф-редактор редакции Карина Махудинова мне сказала, что если в прогулках по Риму не будет ничего про Феллини, она к этому выпуску не будет иметь отношения. Вот дом, где Феллини жил, на Вио-Моргуте. Вообще, конечно, если говорить о том, кто создал тот Рим, и в широком смысле ту Италию, которую мы сразу опознаем по внешнему виду, по звучанию речи, по любой открытке даже, то, конечно, это в первую очередь Феллини. Например, «Сладкая жизнь», знаменитый его фильм, снят вот здесь недалеко, на Виа-Венето. В отличие от этой маленькой улочки, Виа-Венето широкая, такая на парижский манер на самом деле улица, столько она так извивается змейкой, и прям сладкая жизнь, действительно. Прям стоишь и думаешь, сладкая жизнь. И Уильям Вайлер, конечно, автор знаменитых римских каникул с Одри Хепберн. Кстати, римские каникулы тут в каждой туристической лавке на постерах и на открытках. Вот есть какие-то избитые образы, которые при этом не стареют. И Одри Хепберн, в общем, во многом и есть тот рим, который многие хотят увидеть, когда сюда едут. На мой взгляд, его нету давно уже, но многие его находят. Ну, он и рим, он такой, ты здесь найдешь, ты чего хочешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если уж мы заговорили про Галилео-Галилея, про компромисс, нельзя не вспомнить о том, кого все время Галилею противопоставляют. Джордана Бруно, доминиканский монах, которого здесь, на Кампе де Фьори, площади цветов, сожгли на костре в 1600 году. Если пересказывать эту историю сейчас, то, возможно, она покажется вам, как и все время, знакомой. Джордана Бруно был независимо мыслящий философ, который опровергал догматы. Он, например, опровергал и спорил с концепцией непорочного зачатия Девы Марии, с божественным происхождением Христа. И понятно, что такие взгляды в тогдашнем Риме и тогдашнем Ватикане оскорбляли очень многих верующих. И, разумеется, власти были дискредитацией всего, чего только можно. И, конечно, Джордана Бруно был гоним. Он релацировался, покинул Италию, долгие годы скитался по Европе, но, видимо, желание вернуться на родину его преследовало. И он, зная, что против него здесь может быть возбуждено дело, тем не менее в 1591 году возвращается в Рим. Кстати, по протекции одного местного аристократа, который обещал ему заступничество, обещал помочь с продвижением его учения. Но в итоге между ними быстро возник конфликт, и этот самый аристократ на него, на Джордана Бруно написал донос. Семь лет он провел в заключении, был, очевидно, подвергнутый унижением и пыткам, но не отказался от своего учения, не стал, в отличие от Галилея, отрекаться и оказался, таким образом, одним из тех ста. Помните, я говорил, что 99 отреклись бы, вот Джордана Бруно оказался одним из сотни, может быть, одним из тысячи. По легенде, последними его словами на суде было, я выслушиваю этот приговор с меньшим страхом, чем вы его выносите. Он был сожжен, а через несколько столетий на этом самом месте ему поставили памятник. Сейчас на Кампо де Фьори по-прежнему рынок, в том числе цветочный, вот сейчас он уже закрывается. И еще к тому, что в Риме все когда-то уже было и все отсюда произошло, вот там вот ресторан с говорящим названием «Карбонара». По легенде, именно там было изобретено одноименное блюдо. Это никак не подтверждено, но легенда стойкая. Вообще, касательно пожрать, про Италию надо снимать отдельный выпуск. Вот там, в другом конце Кампо де Фьори, не надо туда даже разворачивать камеру, есть еще один ресторан. Я туда как-то зашел, и это было мое главное разочарование в Риме за все годы, что я его знаю. Там было жутко невкусно, меня к тому же обхамили. В общем, я почему-то до этого считал, что в Италии нельзя невкусно поесть. Сходив в тот ресторан, я понял, что еще как можно. Вывод какой? Не надо ходить по туристическим местам. А с другой стороны, друзья, согласимся, а как не ходить по туристическим местам? В Риме, да и вообще где бы то ни было. Кто мы, если не туристы? В Риме, да и вообще в этой жизни. Это площадь Венеции, самый центр города, а это дворец Венеции. Отличное место, чтобы рассказать про одну попытку возродить империю. Палаццо Венеция был построен для венецианских кардиналов, важных религиозных деятелей Рима. Венецианские кардиналы приказали построить величественный дворец, уникальный в своем роде. Он же просто великолепен. Его несколько раз реставрировали, и со временем он стал образцом для строительства многих других римских дворцов. При этом мы до сих пор не знаем точно, кто был архитектором Палаццо Венеции. Как мы помним, в свое время Римская империя была главным государством в тогдашнем мире, доминировала во всем Средиземноморье, а потом под грузом собственного величия распалась. Со временем на ее месте возникли несколько государств, которые враждовались друг с другом, которые были полем битвы более серьезных европейских сверхдержав. А сам Рим пребывал не то чтобы в забвении, потому что здесь жили римские папы, но вид имел довольно непрезентабельный. Однако память о том, что здесь когда-то была империя, жила. И периодически в разных умах возникали мысли о том, что нужно бы эту империю восстановить. Самая системная и мощная попытка была сделана в 20-30-х годах XX века человеком, которого звали Бенито Муссолини. Вы, конечно, знаете это имя. Решив возродить Римскую империю и ее величие, он начал маленькую победоносную войну в Африке и присоединил Эфиопию. После чего в 1936 году объявил, что империя восстановлена и сосредоточился на символах. Вот там за углом, мы не можем туда подойти, потому что здесь сейчас строят метро, огромный ремонт. Там за углом, на главном фасаде Палаццо Венецио, есть балкон, с которого Муссолини любил толкать свои речи. И все, что он здесь для торжествующей толпы говорил, и все, что он здесь демонстрировал, все это такое средоточие имперских символов. Значит, присоединил Эфиопию уже империя. Кроме того, там дальше имперские форумы, главные римские руины, и Муссолини прорубил прямо через них огромную магистраль, ну, такой, как в Москве Калининский проспект, проспект императорских форумов, который той стороной упирается в Колизей, понятный символ империи, а этой стороной упирается вот в это здание, которое построено в середине XIX века в честь объединения Италии. Изначально это был монумент первого короля Италии Виктория Эммануила II. Муссолини еще переносит сюда могилу неизвестного солдата, останки неизвестного солдата. Здесь зажигается вечный огонь, стоит почетный караул, и вся эта конструкция, которую в общем время называют то пишущей машинкой, то тортом, но она действительно так сомнительно вписалась в древний город. Вся эта конструкция получает название Алтарь Отечества. От Алтаря Отечества, от балкона, с которого Муссолини показывает своей дланью путь массам вперед, идет улица императорских форумов, которая упирается в Колизей, а если провести эту линию еще дальше, там будет собор святого Иоанна в Латеране. И это один из важнейших храмов в истории католической церкви. Он долгое время был главной церковью времени. В общем, здесь такое средоточие символов. Кстати, слово фашист, которое сейчас очень часто используется по разным поводам, оно как раз итальянского происхождения. Возможно, не все знают, что это изначально означало. Фаши – это был такой пучок прутьев, перевязанный лентами, который обозначал власть. Был просто символом власти. Сначала у древних царей еще до имперского периода, потом у чиновников Римской республики. И Муссолини тоже берет эти фаши на вооружение. Отсюда слово фашист, отсюда все эти приветствия. И тогда, до Второй мировой войны, многим кажется, что это такое передовое националистическое учение. Вот молодец человек, восстановил империю. В общем, все символы налицо. Император Муссолини. И второй столб империи, помимо вот этих имперских символов, это, конечно, традиционные ценности. В случае с Муссолини это католицизм и семья. Разумеется, все девиации, такие как ЛГБТ, жестко преследуются. Оказалось, однако, что символов и семейных ценностей недостаточно, потому что, как вы отлично знаете, во Второй мировой войне Муссолини примкнул не к тому блоку. В 43-м году на фоне высадки союзников в Италии он потерял власть. Гитлер немедленно остановил его у власти. Немецкие войска оккупировали Италию. Но в 45-м году Муссолини расстреляли и повесили вверх ногами вместе с его любовницей Кларой Питачи. Муссолини ничего не оставалось, кроме как бежать. И он подумал бежать в Швейцарию. Он переоделся в в эсэсовскую форму и, собственно, так намеревался пересечь границу. Но его опознали партизаны и в конечном итоге он был убит непосредственно рядом с местечком Донго на границе Италии и Швейцарии. Итальянское, кстати говоря, правительство выступало за то, чтобы не убивать Муссолини, то есть тут итальянские партизаны совершили такой самосуд, убили его и впоследствии привезли Милан и повесили на бензоколонке на площади Лоретто. В общем, с восстановлением империи что-то пошло не так. Кстати, скажу вам еще два слова про сам дворец. Он, конечно, намного древнее, чем Муссолини. Это одно из сооружений, которое показывает, как в архитектуре происходил переход от средних веков, когда замок это прежде всего крепость, к дворцу, когда городское имение это прежде всего здание, которое показывает богатство и власть того, кто в нем живет. возникает такое явление, как фасад. Это то, что нечасто пишется в учебниках по истории искусства рождение фасада. Мне самому хочется такую лекцию придумать, но пока не хватает профессионализма. Фасад это же особое отношение власти к окружающему городу. Замок вклинивается в безумие средневекового города с его вот этими всеми улочками, как бы не обращая на нее внимания. Я выкупил землю, я вот здесь присутствую. Фасад он как бы и метафорический, и реально. Фасад в архитектуре он говорит о новых взаимоотношениях между олигархами и городом. И мне кажется, что палаццо в Венеции в Риме он тоже в чем-то вот провозвестник будущих там таких ренессансных дворцов следующих поколений. начиная с кончилерия и заканчивая Микеланджеловскими дворцами. И последнюю вещь я вам здесь покажу на дворце Венеции это зубцы. В 15-16 веках идет противостояние политических сил, которые поддерживают римского папу, они называются гвельфы, и тех, кто поддерживает императора Священной Римской империи, они называются гибелиной. они все время в конторах, они все время между собой воюют, и отличие друг от друга имеет даже архитектурное выражение на гвельфских, тех, которые за папу в крепостях, зубцы вот такой прямоугольной формы, на гибелинских, которые за императора, вот видите, вот как на том здании ласточкины хвосты. То есть те итальянцы, которые построили московский Кремль, они были гибелиной. Но Москва гибелинский город, это мы знаем. Москва гибелинский город? Ну, а что, нет, потому что гибелина, это же имперская позиция. Еще одна забавная вещь, не все знают, что вот тут перед Капитолийским холмом, собственно, там вот знаменитая лестница Микеланджело, Капитолийские музеи, ну, все, что вам показывают, когда вы первый раз приезжаете в Рим как турист. А знаете, что вот это такое? Это, собственно, древнеримская Мурино или Бутово, спальный район, район многоэтажек. На полном серьезе в Риме были многоэтажки. Там были все те же самые проблемы, что в современном мегаполисе. Собственно, Рим и был первым в мировой истории мегаполисом. В те времена, когда большим считался город в 10 тысяч человек, в Риме проживало до миллиона людей. Жилищный вопрос стоял очень остро, и город, как в позднейшие века будет, например, в Нью-Йорке, начал расти вверх. Здесь начали строить многоэтажки. Они назывались инсулы. Ну, понятное дело, там не было лифтов. Поэтому верхние этажи стоили дешевле, чем нижние этажи. Цена аренды тоже была притча во языцах. Она все время росла. Жители по этому поводу все время выражали неудовольствие. В общем, все ровно, как сейчас. Правда, оплаты за ЖКХ не было в связи с тем, что не было ЖКХ. Ну, то есть как? Частично, кстати, оно было. На первой этаже иногда был подведен водопровод, потому что время водопровод и бани были, и вообще древнеримские стандарты гигиены, они были намного ближе к нам, чем, скажем, средневековые. Но, конечно, на верхние этажи уже ничего не доходило, никаких там туалетов не было. Но, в общем, не было и оплаты за горячую, холодную воду, и за электричество не нужно было платить, потому что не было электричества. И был еще один риск. Дело в том, что инсулы сооружали абы как, в буквальном смысле, из наипалок, и поэтому они периодически разваливались. И некоторые неудачливые, несчастливые жильцы так там навечно и оставались. Да, и еще в этих многоэтажных районах не было проблем с парковкой, потому что в течение дня было вообще запрещено пользоваться каким-либо транспортом, кроме носилок. Но если у вас были деньги на то, чтобы вас носили в носилках, вы, наверное, не жили на верхнем этаже инсулы. Короче, сейчас, когда вы не можете в своем Мурине запарковаться и проклинаете судьбу и всех, кто это понастроил, имейте в виду, что в Риме бывало и похуже. Еще одно здание хочу вам показать, прежде чем мы уйдем с площади Венеца, это Палаццо Бонапарто. Его в 1818 году купила Мария Рамолино, мама Наполеона Бонапарто. Который к тому моменту уже находится в ссылке на острове Святой Елены. Мы помним, что это еще один человек, который хотел восстановить, вернее, создать империю и почти ее создал, но закончил известным чем, кстати. Отличный сейчас вышел фильм с Хоакином Фениксом. Ридли Скотта я всем рекомендую. А Мария Рамолино здесь прожила до 30-х годов и много осталось воспоминаний, что она сидела вот на этом зеленом балконе и внимательно озирала окрестности. Смотрела, думаю, неодобрительной. Если от площади Венеции идти все время прямо по Вио Корсо, то придешь на площадь Дей Попола, площадь народа. Очень соответствует своему названию, особенно на Новый год здесь собирается толпа народу. В этом году еще и елка стояла и все празднуют. И вот к вопросу о том, что в Риме все сразу что-то напоминает. С этой площади под острыми углами, лучами расходятся три улицы. Бабуина, Корсо и Репето. Если посмотреть на это сверху, на плане города, то, возможно, вам сразу что-то покажется знакомым. Не вспоминаете? Вот план города Санкт-Петербург, где от Адмиралтейства примерно под такими же углами, лучами расходятся Вознесенский проспект, Невский проспект и Гороховая улица. Проект был реализован в XVIII веке архитектором Петром Еропкиным. Нету никаких свидетельств о том, что он прям заимствовал римский опыт, римскую планировку, но Еропкин бывал в Риме, и он, безусловно, вдохновлялся. И в этом смысле Петербург это вовсе не северная Венеция, это северный Рим. Пока идем, не могу вам не показать вот мавзолей Октавиана Августа, того самого Августа, который считается первым римским императором, хотя де Юра он себя сам императором не объявлял, он был принципсом, первым среди равных, но империя на тот момент уже фактически существовала. Август вообще потом, в последующие века много кем считался таким образцовым императором, а римская империя, которую при нем стала образовываться и развиваться, как раз была образцовой империей. Это его мавзолей, он еще при жизни для себя стал его строить. Важно сказать, что когда мы сегодня на Красной площади видим мавзолей Ленина, то, конечно, корнями вся эта история уходит в том числе и сюда, в Рим, и даже дальше, к египетским пирамидам, но здесь никаких непогребенных мощей не было. Это был мавзолей гробницы, и этим он принципиально отличается от того, что было построено на Красной площади в 20 веке. Я не случайно про это вспоминаю, потому что как раз вот совсем недавно, буквально несколько недель назад, 24 января, исполнилась тихо, совершенно незаметно прошла эта дата, 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. У нас на канале был, я считаю, один из наших лучших выпусков про то, почему до сих пор не удается этого человека захоронить. И я вот здесь, проходя мимо мавзолея Августа, подумал, что у меня к Ленину нет никаких симпатий, хотя, безусловно, это величайшая историческая личность. Но я считаю, что вот эта вот посмертная участь оставаться непогребенным уже больше века, ну, это, мне кажется, чересчур. Как-то, ну, по-человечески я ему сочувствую. Правда. Не знаю, как вы. Как вы. Субтитры делал DimaTorzok Ватикан, собор и площадь Святого Петра. Я, конечно, не буду вам рассказывать всю фактологию, которую вы и сами прекрасно знаете. Если не знаете, то погуглите, если это вам интересно, про все эти колоннады, фасады, шедевры Бернини, Микеланджело, Рафаэль, капеллы, сосредоточие шедевров такое, что возникает некоторая даже идиосинкразия буквально через час. Я поделюсь лучше парой личных воспоминаний, которые у меня с Ватиканом связаны. Много лет назад, 20 уже с чем-то, я сюда приехал снимать репортаж про Ватикан как политическую институцию. Я помню, что это было мучительно. Во-первых, несколько месяцев шли согласования. Все это было очень медленно, неспешно и страшно забюрократизировано. Во-вторых, уже здесь, чтобы что-то снять, нужно было сначала с письмом прийти к одному кардиналу, получить от него подпись, пойти к другому кардиналу. Потом, значит, третий кардинал контролировал, как стоит камера там на территории Ватикана. В общем, все это было изматывающе совершенно. Но потом я быстро понял, что надо просто понять, что у них тут время течет по-другому. Они вообще никуда не торопятся, потому что они там привыкли мерить тысячелетиями. Папой тогда был Иоанн Павел II, поляк Карль Войтыла. Очень известный человек, который был тонкий политик. Внес огромный вклад в разрушение Восточного блока в Европе, коммунистического, советского. В том числе в движение «Солидарность» в Польше. Он внес личный большой вклад. И потом уже, когда Советский Союз развалился, Войтыла продолжал протягивать свою папскую длань к канонической территории Русской Православной Церкви, чем вызывало, конечно, дикое раздражение. Он все пытался встретиться с патриархом. Встреча так и не состоялась. Он вместо этого объехал Россию по периметру. Побывал, по-моему, почти в каждой из постсоветских стран. Я снимал, как он приезжал в Казахстан. Тоже было очень забавно. Нурсултан Назарбаев, тогдашний президент, он его принимал у себя в резиденции. И как-то так явно стеснялся. Было ощущение, что к нему, первому секретарю республиканского обкома партийного, приехал генеральный секретарь из Москвы. И в целом, на самом деле, римский папа – это и есть генеральный секретарь. И все это, конечно, довольно иронично и комично сейчас выглядит, учитывая вообще кризис католической церкви и веры, потому что в целом западный мир стал постхристианским, учитывая все эти бесконечные скандалы, в которые попадают католические священники. Но с другой стороны, я думаю, что нельзя недооценивать все-таки, что человек, как существо, на самом деле, маленькое и слабое, не может не чувствовать трепета перед просто чистым масштабом, перед этими колоннадами, перед этими фасадами. Даже вот когда просто подходишь к лавочке, тут вот полно лавочек с ватиканскими сувенирами, и там есть такие плакатики «Все римские папы». Это длинная-длинная череда портретиков, из которых только два последних твоих современники, а первый – это вообще апостол Петр, который был первым римским папой, там вот похоронен. Это производит, на самом деле, впечатление. Как-то проникаешься. И этот трепет, который должны были вызвать эти мощные фасады, он чувствуется и сейчас. А второе воспоминание совсем личное, с той же поездки, связанное с тем, что я жил в совершенно дешевом отельчике, там на том берегу, окна выходили в колодец, я встал рано утром, чтобы ехать на самолет, уже улетать, и раннее утро, тишина, и вот в этом квадрате небо надо мной летают ласточки. И я вдруг подумал, что этот рим для меня. Только для меня. Это очень классное ощущение. Я вам очень рекомендую, куда бы вы ни приезжали, в любой город, нужно оставить в нем какое-то место лично для себя, чтобы оно было только твое. В Риме это проще, чем в других местах. Но это вообще в жизни себе надо оставлять, такие места. Полиция приехала. Я все стремаюсь, что разрешение на съемку начнут просить, но они там, человек в коляске милости не просят, они за ним. Мы, друзья, практически закольцевали нашу прогулку, потому что вот тут, прямо за углом в 50 метрах пьяцинавона, с которой мы начали, а закончить я бы хотел здесь. Как вы, наверное, заметили, мы в сегодняшних прогулках, по крайней мере, старались показать, что когда смотришь на историю с некоторым отдалением, с перспективы с некоторой, видишь, что все очень знакомо, все уже было, и многие процессы, происходившие давно, выглядят очень актуальными. Вот одна из очень актуальных сейчас тем, это, конечно, различного рода фейки и суровые кары, которые за эти фейки следуют. И многие ошибочно считают, что это какая-то недавно появившаяся тема, в то время как и она появилась много столетий назад в Риме. В XVI веке еще здесь было запрещено какую-либо критику публиковать в адрес кардиналов, в адрес властей, но римляне, конечно, хотели постить все, что считали нужным, постить в буквальном смысле на листках бумаги. И стали, такой флешмоб организовался, стали постить на одной из древнеримских статуй, сохранившихся, вы уже поняли, что такого тут много. Статуя, вот она, с отбитым носом, называется «Пасквины». И те листовки, которые на нее стали клеить, тоже стали называть «Пасквину». И так возникло слово «Пасквиль», которое, собственно, предшественник слова «фейк». Кстати, поскольку тут продолжают постить до сих пор всякие листовки и воззвания, тут до последнего времени стоял стенд, на котором можно было прийти и приклеить, что считаешь нужным. Но сейчас мы вот пришли и видим, что там заглушка, стенд вынесли. Отсюда, видимо, городским властям не нравилось то, что граждане там пишут. И они такие «Хватит, хватит постить всякую чушь». Но постить, конечно, продолжают. Вот даже краской кто-то недавно написал «фри лав» на «Пасквину». Мы понимаем, что в некоторых юрисдикциях «фри лав» — «свободная любовь» — это тема, за которую еще как может прилететь. Вот так вот, видите, все ходит по кругу, точнее, по спирали. И то, что нам кажется новым, на самом деле уже было. В Риме, по крайней мере, было точно. Вот, друзья, нам очень интересно, как вам зайдут эти прогулки. Не стесняйтесь комментировать и напишите, какие еще города вы бы хотели увидеть в этой нашей линейке прогулки с Пивоварвом. То есть со мной. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Скоро увидимся. Абраматный рейс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok